всем привет дорогие друзья мы приехали на экспо вы знаете что в анталии проходила экспо в 2016 году и сейчас здесь сделали городской парк и мы приехали решили проверить что же здесь отдалась осталось отельско экспо было очень классно не было на открытие давайте вместе пойдем ехать из центра анталии до экспо от автовокзала ехать ровно час трамвайная дорога была построена из центра анталии до экспо 2016 году вот вы видите самая главная башня которая вечером очень классно подсвечивается здесь есть различные конференц-холлы сады вот под куполом находится огромная детская площадка но это то что было раньше сейчас что здесь есть я не знаю поэтому идем вместе с вами смотреть насколько экспо изменилось лифт лифт работает можно приехать детской коляской вход в экспо расположен очень близко к трамвайной остановке и вот вы видите вот эти флажки идете до флажков и там находится вход в экспо как мы прочитали вход бесплатный вход в экспо в анталии стоит бесплатно нисколько не стоит и работники экспо сказали что сейчас экспо отошло государство и государство будет заниматься обустройством заново обустройством всего и здесь будут проходить многочисленные концерты сюда будут привозить туристов потому что территория здесь очень классно и здесь есть сады различных стран вот сейчас мы проходим мимо ботанического сада который можно посетить здесь находится башня здесь расположены традиционные дома турецкие для различных регионов турции в общем очень классная территория жалко что ее не используют и в девятнадцатом году говорят что будут использовать в полной мере вот такие вот классные навесы видите навесы от солнца когда я была здесь на открытии было просто очень круто и если в следующем году вы приедете в аланию или в анталью или в какой-то другой город обязательно если вы видите увидите тур в экспо обязательно едьте потому что здесь очень здесь очень интересно а и кстати еще здесь есть туры 50 лир с человека с посещением вас праву проведут нам праву провезут на машинке два часа тур с посещением всех музеев и конечно же ваш вот так вот выглядели дома разных стран здесь видите сейчас нет чего не ухожено но надеемся что в следующем году здесь будет классно и красиво здесь даже непонятно какая здесь страна была здесь у нас представлен палестина вот так вот выглядел их дом да и пик ел бах часы дом шелкового пути какая страна репаблик of northern cyprus северный кипр когда было экспо вот эти все дома были открыты и в них были представлены сувениры различные национальная кухня индия вот это интересно давайте поближе посмотрим индийский дом он кстати открыт можно зайти и посмотреть конечно все дома закрыта но в садике можно зайти и посмотреть вот так вот выглядел дом индии надеемся что следующем году все это дело здесь восстановят конечно за садом следят убирают но все закрыто как вы думаете какая это страна сейчас по и кто догадался тому 5 а кто не догадался это дом пакистана здесь показано как выращивают рис в азии а также есть мамонт когда экспо была открытым он был зелененький а сейчас он вот так вот посидел и стал еще красивее вот такой классный мамонтенок рядом с водопадом здесь расположен научный центр он тоже открыт для посещения здесь тоже различные скульптуры когда было экспо они все были в цветах вот такие еще здесь классные буйволы медведи и вот этот кстати был не центр наук а ботанический тоже какой-то ботанический сад и музей туда внутрь не мы не пойдем а мы пойдем вот поэтому мосту в сторону башни и будем смотреть традиционные турецкие дома как я уже сказала друзья сейчас здесь практически ничего не происходит но есть страничка на фейсбуке и со следующего года это место как я уже говорила государство теперь этим местом владеет государство и зимой все здесь отреставрирует приведут в порядок опять потому что два года фирма которая занималась экспо к сожалению не смотрела за ним и приведут в порядок и смело в следующем году приезжайте если увидите туры на экспо обязательно приезжайте вот она башня кстати традиционно турецкие дома не через мост а вот здесь вот этот традиционный дом похож на дома анталья аланьи вот этот дом похож на дома урфе насколько они разные посмотрите а вот так вот дом выглядит изнутри я надеюсь что в следующем году здесь все таки сделают либо музей либо рестораны можно я здесь поживу тоже чуть-чуть дом просто класс супер потолки вот этот дом характерен для центральной турции например район кастамону а вот это вы уже знаете по нашим видео это мам какой город дома диар бакира помнишь темный светлый камень я помню когда здесь было экспо здесь был потрясающий ресторан очень красиво здесь был фонтан здесь стояли столики в общем красота нереальная а вот это дом похожий на дома мардине даже туннели медиа даже туннели ханга и даже туннель есть как в мардине очень классно а это традиционные дома для стамбула давайте посмотрим что там есть внутри друзья не пугайтесь не пугайтесь но здесь тоже было очень красиво посмотрите какие потолки так друзья разбираем дома кто где хочет жить очень красиво очень красиво построены дома я надеюсь прям пожалуйста кто за это отвечает отреставрируйте отремонтируйте все это и давайте пойдем наверх посмотрим и пускай люди приезжают приходят и любуются этой красотой здесь тоже был ресторан все эти дома были построены для ресторанов вот такая большая терраса вот стамбульский дом а вот это дом тоже центральной турции ангишхир похоже на черноморское побережье например гири сум посмотрим что там внутри давайте сразу наверх очень красивые деревянные дома жалко конечно видеть все это в таком состоянии мам какой дом выбираешь я выбираю этот пожалуй а тебе предлагаю беленький стамбульский хочешь а вон утки говорят окей ладно а вот так вот выглядит башня на нее можно подняться стоит вход 15 лир ночью она очень красиво освещается и как я вам говорила здесь ходят машинки гольфкары которые могут вас бесплатно повозить по экспо и показать что где находится вот стоянка и вот это гольфкар сейчас нас куда-нибудь отвезет вальма да свободные места есть вот так вот с ветерком мы сейчас едем мимо всех вот этих красивейших домов которые мы только что смотрели внутри на машинке конечно мы не посмотрели бы а так увидели всю красоту здорово а будет еще круче если здесь отреставрируем дом Газянтепа ой ой газянтепа диарбаку Здесь сады различных стран. Очень много стран принимало участие в экспо, сейчас я уже не вспомню сколько. И были построены вот такие вот классные современные здания. Это ботанический сад, у нас мимо него мы проходили. Сейчас здесь, если кто-то захочет, может выйти и сходить в музей. Мы туда не пойдем, мы катаемся. А здесь представлены различные турецкие провинции, есть Аланья тоже здесь есть. И очень красивый сад был у Стамбула, который даже получил первый приз на этой выставке. Вот Стамбул, когда он был, когда он работал, очень было красиво. А в этой стороне где-то была... Здесь, кстати, также есть русский дом. И здесь, в этой стороне где-то была... Вот показывает. Что? А, русский дом, вот он русский дом, ага. Русский дом. Как избушку сделали. Да. И вот она, центральная башня. Самая главная. Здесь также главный вход. Кто хочет, может подняться на самый-самый вверх. Вот такая вот она башня. Очень классно, как я уже говорила, подсвещается вечером. Если я найду, то сейчас вы увидите видео с открытия. Ну, а если не найду, простите. Вот этот милый дядечка возит нас по всей территории. Мне вот эта поездка напоминает сафари в зоопарке в Газиантепе, когда мы кормили жирафов. Мы смотрели на зебор, все животные там гуляли вместе. В общем, было очень классно. И прям захотелось снова поехать в этот зоопарк. Но в скором времени мы поедем в Аскишхир. Там тоже очень классный новый зоопарк. Мама там еще не была, кстати. Ты была в Аскишхире? Мама там еще не была. Ну, Аскишхир это самый классный город Турции. Самый современный. Ну, в общем, супер. А вот это научный центр для детей. Его сделали позже, после открытия. С динозаврами внутри, наверное. Сума чудеса. Красиво. Даже показаны раскопки, как раскапывали динозавров. Еще на Экспо есть вот тот центр, где располагались динозавры. Там есть виртуальная реальность. Стоит всего 2 лиры. И 5 лир стоит еще какая-то виртуальная реальность. В общем, мы надеемся, что в 2019 году здесь более или менее приведут в порядок. И мы сюда обязательно, обязательно приедем. Вот. Вот. Такое небольшое. Немножко печальное. Немножко печальное путешествие состоялось. Но мы надеемся, что в скором времени все это приведет в порядок. И будет здесь очень-очень классно. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Мы сейчас справляемся в сторону вокзала. Мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.